Здравствуйте! Данный демонстрационный ролик представляет инверторное сварочное оборудование серии «Мастер» производства завода «Русселком», а конкретно аппарат для аргонодуговой сварки «Мастер ТИК-200С». Данные аппараты предназначены для сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа черных и светлых металлов за исключением алюминия. Это малогабаритный, легкий и простой в использовании инверторный аппарат. Интерфейс аппарата отличается исключительной простотой и эргономичностью. Аппарат обладает привлекательным внешним дизайном, неприхотлив к условиям эксплуатации и не требует высокой квалификации рабочего персонала. Итак, аппарат для аргонодуговой сварки «Мастер ТИК-200С». Краткие технические характеристики. Аппарат подключается к промышленной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Для нормальной работы аппарата колебания напряжения питающей сети не должны превышать 10% от номинального значения. То есть аппарат сохраняет работоспособность и выходные характеристики в диапазоне напряжения от 200 до 240 В. Мощность аппарата 7 кВт. Максимальный ток, потребляемый из сети, не более 35 А. Следовательно, автомат защиты сети должен быть на ток не менее 40 А. Мощность, которую должна обеспечивать питающая сеть, не менее 8,5 кВт. Ток сварки регулируется в пределах от 10 до 200 А, что обеспечивает уверенный провар металла толщиной до 6 мм. Продолжительность нагрузки при максимальном токе 60%. Вес аппарата составляет 4,6 кг. Стандартная комплектация аппарата включает в себя силовой блок, горелку для аргонодуговой сварки, зажим массы с кабелем, защитный сварочный щиток, щетку-молоток для удаления шлака. Комплектация может меняться заводом-взготовителем, о чем делается запись в упаковочном листе паспорта. Начиная работу с аппаратом, помните, что проведение электросварочных работ может представлять опасность для оператора и работающих поблизости людей, поэтому эти виды работ должны производиться в строгом соответствии с инструкциями по безопасности. Выключение оборудования к сети должно производиться через автоматический выключатель, соответствующий току потребления по первичной цепи аппарата. Аппарат оснащен вилкой с заземляющим контактом и должен включаться в розетку, соответствующую евростандарту. Во время работы не касайтесь голыми руками, находящихся под напряжением частей аппарата и свариваемых деталей. При проведении работ оператор должен использовать специальные средства для защиты глаз и кожи от ультрафиолетового излучения. В зоне проведения работ не должно быть воспламеняющихся материалов, рядом с рабочим местом должны быть размещены огнетушители или другие средства пожаротушения. А теперь рассмотрим ворот поближе. На передней панели аппарата расположены сетевой индикатор, индикатор аварии, переключитель режимов работы двух- или четырехтактный, рукоятка регулировки сварочного тока, рукоятка регулировки времени спада сварочного тока, штуцер для подключения сварочной горелки, разъем кнопки управления горелки, разъем для подключения кабеля массы. На задней панели аппарата находится штуцер для подключения газового шланга, сетевой выключатель, сетевой кабель с вилкой. Для того, чтобы подготовить аппарат к работе, выполняем следующие действия. Присоединяем кабель массы к разъему аппарата. Подключаем зажим массы к металле или сварочному столу. Присоединяем шланг от баллона с инертным газом к штуцеру на задней панели аппарата. Все шланговые соединения должны быть надежно зафиксированы с помощью винтовых хомутов. С помощью редуктора регулируем расход газа. Для сварки на максимальном токе оптимальный расход 3,5-4 литра в минуту. Присоединяем сварочную горелку к штуцеру аппарата. Устанавливаем в горелку вольфрамовый электрод. Электрод должен выходить из сопла горелки на 3-4 мм. Для более стабильного горения сварочной луги кончик электрода необходимо заточить. Присоединяем кабель управления горелки к соответствующему разъему. Подключаем аппарат к сети. Включаем сетевой выключатель. Аппарат готов к работе. Данный сварочный аппарат оснащен высоковольтным осциллятором для бесконтактного зажигания дуги. Поэтому для того, чтобы начать сварку, необходимо поднести кончик электрода на расстояние 3-4 мм от свариваемой детали и нажать кнопку горелки. Для завершения сварки достаточно отпустить кнопку горелки. Для того, чтобы сделать процесс сварки более удобным и комфортным, аппарат оснащен рядом дополнительных функций, упрощающих работу сварщика. Например, возможность выбора двух- или четырехтактного режима работы. В двухтактном режиме Первый такт Для начала сварки нажать кнопку горелки. Второй такт Для завершения сварки отпустить кнопку горелки. В четырехтактном режиме Первый такт Для начала сварки нажать кнопку горелки. Второй такт При отпускании кнопки сварка продолжается в том же режиме. Третий такт – повторно нажать кнопку горелки, при этом сварочный ток плавно снижается до минимального значения, что позволяет качественно завершить сварочный шов. Четвертый такт – для завершения сварки отпустить кнопку горелки. Время спада сварочного тока на третьем такте можно регулировать соответствующей рукояткой на передней панели аппарата. Сварка возможна как простым оплавлением металла. Так и с применением присадочного прутка. Продолжение следует... Итак, сегодня мы представили вам аппарат для аргононуговой сварки Мастер Тип 200С. Производство завода Русселком. Аппарат, неприхотлив в эксплуатации, обладает прекрасными техническими характеристиками и вполне приемлемой стоимостью. И, конечно, мы желаем вам долгой и плотворной эксплуатации этого аппарата, и пусть он станет вашим верным и надежным помощником. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...